Добрый вечер. Рад вас видеть. Я вас тоже. Марат Амирович, в самом начале эфира хочу сразу вам задать вопрос. Мы на все вопросы никогда не успеваем отвечать. Можно ли, как было ранее, либо в вашем инстаграм, в резервном, либо в инстаграм Амир Кэпитал дублировать ответы на вопросы, которые мы не успели задать во время прямого эфира? Да, думаю, можно, даже нужно. Потому что на самом деле, как бы иногда достаточно можно коротким вопросом ответить, и уже будет ответ донесен до инвесторов. Так, ребят, в очередной раз отключаю комментарии. Вопросы подготовила, они интересные. Приступим. Все слышно? Все хорошо видно? Да, я хорошо слышу, вижу. А меня? Да, да, да. Так, Марат Амирович, вам не кажется, что для того, чтобы Амир Кэпитал достиг по-настоящему успеха, необходимо создавать профессиональные продукты для всего крипто-сообщества, чтобы за нами начали следить лидеры крипторынка, а не для толпы пирамидчиков. Может быть, стоит вообще убрать счет стабильный и накопительный и пустить все силы в сильные проекты, такие как Солар Чейн, Биржа, Амир Академия, Летит, Листа или иные? Ответ понял, да. Есть определенная программа развития, и мы ее придерживаемся. Я ротмэп неоднократно презентовал, и сейчас, конечно, последние наши встречи, акцент делается на Амир Волит. Чтобы не было расфокусировки, я повторю в ближайшее время общую презентацию и еще раз, может быть, сакцентирую внимание на общеглобальном нашем развитии, и в том числе, то есть, действительно, счет накопительный и стабильный, они уйдут на второй план, то есть, этот продукт, он будет существовать, он будет существовать, скажем, пока, ну, составляет такую достаточно достойную конкуренцию многим другим продуктом, ну, и я прогнозирую, наверное, там, минимум лет 15 еще, что он будет достаточно таким конкурентоспособным. И в то же время мы усиливаем свои действия в развитии всей экосистемы, в том числе и Solar Chain, Solar Desk, Solar ID, Solar Операционная система, если это касательно семейства Solar, да, там, и также наши остальные четыре, там, флагманских продукта, там, и деятельность венчурного фонда, и криптобиржа, и кошелек, и управляющая компания, AmirPay, Solar Gifts, ну, и так далее, и тому подобное. И действительно у нас год назад еще было определенное такое, ну, скажем, участие в разных таких узкоспециализированных направлениях, то есть мы там при IT-департаменте развивали свою школу, да, там, и даже несколько проводили, ну, таких мероприятий, да, там, с участием, ну, открытых мероприятий, с участием молодых разработчиков, да, там, брали на стажировку, обучали, и эта тема немножко отошла на второй план, там, ну, в связи с нашим таким бурным развитием, ну, наверное, там, очень много внешних факторов, которые повлияло на это, ну, один из таких, скажем, лидеров, который эту тему развивал в IT-команде, он там приболел, заболел, ну, и в итоге ушел из нашей команды, ну, и, соответственно, с его уходом эта тема, так скажем, закрылась, а потом уже события начали разворачиваться, скажем, немножко в другую сторону, и там, не до этого было. Да, после того, как мы, ну, вот сейчас восстановим все функции работы кошелька, управляющей компанией, я думаю, что мы к этой теме вернемся, и, соответственно, будем... Мы еще заявим о себе на все крипто-сообщество, правильно? Я понимаю. Да, верно, и в рамках Solar Chain планируются большие мероприятия масштабные, именно мирового масштаба, и Сергей Глухот, как руководитель Solar Chain, перед собой ставит такие задачи, что он там в первый год хочет там собрать там суммы свыше миллиарда, ну, и, соответственно, там соответствующий комьюнити, да, там, который отзовется на наш проект. И он в этом, ну, так скажем, абсолютно уверен и амбициозно настроен, и сейчас идет такая активная подготовка. И очень много ребят, ну, другие проекты, я имею в виду, там, Letit, непосредственно, там, AmeriExchange, они сейчас ориентируются полностью на, ну, холодную аудиторию, на внешний рынок, и, соответственно, основная ставка может быть даже на англоязычный рынок. Европейский или азиатский? Или американский все-таки? Вот, если говорить о Letit, там, наверное, больше американский рынок, да, ну, и Юго-Восточная Азия, да. Solar Chain. Solar Chain – это уже, наверное, такой мирового масштаба, наверное, равнозначно по всем, скажем так, материкам неделя, ну, что что-то больше, что-то лучше. Вот Letit, да, он больше ставку ставит на американский рынок, так как 30% его целевой аудитории сконцентрированы именно на территории США. Марат Амирович, благодарю, в принципе, ответ, ну, меня удовлетворил полностью, я думаю, что тот, кто задавал, тоже. Работает ли в данный момент стейкинг на кошельке Amir Wallet? Я хочу положить некую сумму в кошелек в USDT и получить свои 0,8% в месяц. И если работает стейкинг, то откуда обеспечиваются эти 0,8% в месяц, если Amir Wallet и Amir Finance теперь разделены между собой? Ну, если говорить о каких-то краткосрочных целях, например, там, апрель-май, соответственно, это берет на себя управляющая компания, как, ну, скажем, за ту вину, которую, говорить прямыми словами, хотел избежать и как-то красивее это завернуть. На самом деле, есть определенные наработки по развитию кошелька, и уже там стадии каких-то работ ведутся по Amir Wallet 2.0. И, наверное, если говорить о среднесрочном будущем, то Amir Wallet 2.0 эти суммы будут генерировать сам, то есть эту прибыль будет генерировать сам и, соответственно, выплачивать уже из своей прибыли. Если говорить о каких-то краткосрочных, там, апрель-май-июнь, да, там, ну, может быть, июнь включительно, то, естественно, эту компенсацию ляжет на плечи управляющей компании. Так как на сегодняшний день, ну, скажем так, вся сумма практически находится на счете накопительной, мы, ну, заложили, возможно, это часть, скажем, прибыли управляющей компании будет компенсировать эти доходы для инвесторов. Так, ранее было говорено, что IT-департамент сделает возможным покупку токена со счета накопительной. На каком этапе создания данного функционала? Успею ли я приобрести до 29 апреля токены и долю? Да, успеете. Перед IT-департаментом задача эта поставлена. Пока сроки мы точнее не определили, естественно, будем стараться, чтобы это были кратчайшие сроки. И в ближайшее время, возможно, мы сроки объявим. Но мы предполагаем, что, возможно, возникнут какие-то определенные обстоятельства. С IT-департаментом сложно именно с точки зрения точного определения сроков. Ну, во-первых, IT-сфера, она не дружит, так можно сказать, условно, с точными сроками, потому что всплывают каждый раз какие-то непредвиденные обстоятельства, которые оттягивают какие-то декларированные сроки. Поэтому мы уже, наверное, потихоньку приучаемся к тому, чтобы не озвучивать каких-то конкретных сроков. Если мы не успеем до 29 апреля ввести вот эту автоматизированную покупку токенов, то, естественно, 30 апреля все заявки, которые будут подаваться, сейчас можно это делать открытым обращением в саппорт. Хочу купить токены, прошу за мной забронировать эти. И специально создана таблица учета, куда вносится логин, количество и так далее. Ну, честно говоря, на самом деле, на сегодняшний день… Может быть, не стоит на сегодняшний день все-таки загружать саппорт? Может быть, стоит дождаться кнопки? Как вы считаете? Можно так и так. Да, в этом плане как раз хотелось сказать, что на самом деле, ребят, на сегодняшний день продано всего лишь 10% тех планируемых токенов, которые выставлены на продажу. То есть, из 250 миллионов продано только 25 миллионов, и, соответственно, я думаю, за апрель месяц не раскупят все до нуля. И, соответственно, у всех есть шанс приобрести, как я уже говорил, 1 мая в любом случае будут прекращены термичные продажи, и уже мы будем ждать листинг на биржах и оставшиеся потихоньку реализовывать уже на открытых биржах, то есть на биржах, в которых мы залистимся. Ну и, соответственно, 30-го числа все желающие вручную могут быть обработаны, не могут, а будут обработаны вручную, если мы не успеем сделать автоматизацию. Ну, надеюсь, что эта задача будет выполнена. Но еще впереди месяц, поэтому еще есть время. Так, Марат Амирович, на презентации кошелька Амир Валет 2 вы озвучили, что после того, когда токен выйдет на биржу, его цена вырастет в 2-3 раза. Во-первых, разве можно такое обещать? Во-вторых, чаще всего цена токена после выхода на биржу снижается. Может быть, я не прав? Аргументируйте, пожалуйста, свои слова. Да, и, ну, с одной стороны, правы. Да, там есть определенный риск, и эти риски, они все контролируемы и управляемы. Соответственно, мы приложим максимум усилий для того, чтобы был интерес держать этот токен и не продавать. То есть, функционал кошелька, там же на презентации я рассказывал о том, какой будет функционал в Амир Валет 2.0. И многие плюшки, которые также я рассказывал на презентации, они будут уже реализованы и в Амир Валет 1.0. И держать токены будет очень выгодно даже для пользователей Амир Валет 1.0. И благодаря этому мы как раз и хотим обеспечить, что вот из-за чего цена падает. Из-за того, что люди покупают токены, и после того, как происходит листинг, ну, соответственно, они хотят там обналичить, да, там, свои инвестиции. И, соответственно, большой брос ликвидности на рынок ведет за собой падение цены. Мы, там, приготовили определенную, там, сумму денег, да, там, приготовили определенные, там, маркетинговые мероприятия, программы, акции, промо, да, там. И это все мы планируем повлечет за собой существенный спрос на наши токены уже в мировых масштабах. И, соответственно, то количество токенов, которые мы эмиссировали, оно, на самом деле, там, ну, не очень большое и, ну, не удовлетворит всех желающих, которых мы планируем охватить с помощью вот этих шагов, да, там. И, соответственно, у нас есть пятилетний опыт работы на рынке, и мы знаем, какие факторы влияют на рост и падение. Ну, и, соответственно, приложим все усилия для того, чтобы, ну, во-первых, стартануть сразу с более высокой цены, удержать цену, да, там, понятно, что после листинга люди будут стараться там обналичиться. А те, кто купил, те, кто купил внутри Амир Кэпитал, в течение какого периода времени не смогут продать свои токены? До листинга. Да, то есть, соответственно, первое наше размещение на биржах, будь то это централизованный или децентрализованный, уже, ну, дают право нашему держателю вывести из кошелька. Да, и на сегодня у нас кошелек открытый, и, соответственно, он в любое время может его вывести и продать там на биржах, на которых мы уже будем размещаться. Ну, я думаю, что это вот конец мая, начало июня. Если я купил токены на 2000 USDT, у меня отсутствует уже комиссия на весь функционал в данном кошельке. И если я купил на меньшую сумму, как узнать, какая у меня скидка и на что конкретно? В ближайшее время мы все условия озвучим, и что из них будет входить в Амирвалид текущей версии, и что будет входить в Амирвалид 2.0. Ну, буквально там, ожидайте, там, в ближайшие сроки мы уже все вот эти тонкости, подробности предоставим. Есть ли уже Sunrise программа для Амирвалид 2? И если да, то где с ним можно ознакомиться? В Амирвалид 2.0 и в Амирвалид 1.0 Sunrise программа не участвует. Есть одноранговая партнерская программа, это за то, что партнер, который по вашей ссылке зарегистрируется и пройдет верификацию, вы получите 0.2 салара. Тоже, когда этот функционал будет работать, мы в ближайшее время сроки озвучим. И человек, который пройдет верификацию, он получит 5 АВТ на свой счет в кошельке. Вот сейчас это уже… Это только в Амирвалид 2 или уже на сегодняшний день это работает? На сегодняшний день, да. То есть уже когда рассказываешь новым инвесторам, можно говорить о том, что к вам придет токен и 5 АВТ? Да, даже задним числом. Сейчас этот функционал тоже дорабатывается с точки зрения автоматизированного начисления. И даже задним числом, вот, например, если сегодня человек прошел верификацию, а этот функционал в автоматизированном виде будет работать, например, через месяц, то задним числом 5 АВТ все равно ему придет. Так, Марат Амирович, два крипто-шоу назад вы сказали, что при достижении биткоина 51-52 кассовый разрыв исчезнет. Будет ли зафиксирован данный уровень или подтянута стопы? Так как биткоин может откатиться вниз, и мы придем туда, откуда выбрались или выбираемся. Да, одна из таких больших задач это, вот, скажем, выйти на эти уровни. Да, кассовый разрыв будет обнулен, или как правильно выразиться, что не будет кассового разрыва при достижении даже цены там чуть ниже 52-х. Соответственно, мы откроем уже полный функционал, имеется в виду стопроцентное начисление по доходности. Снова включим Sunrise программу именно по счету накопительный и стабильный, тоже стопроцентно будет функционировать. А если вдруг биткоин упадет до 20 тысяч долларов, мы тогда пару лет не увидим даже минимальные выплаты? Ну, надеюсь, этого не произойдет, мы продолжим свою работу. Да, кассовый разрыв, может быть, дольше будет, скажем, решаться. Ну, держим руку на пульсе, и, соответственно, кроме этого предпринимаем какие-то другие меры для того, чтобы выйти на полнофункциональную работу. Марат Амирович, если в ближайшее время все-таки кассовый разрыв у нас исчезнет, то в любом случае нельзя открывать полностью выводы, так как это небезопасно для фонда. Это вот такой вопрос. Ну, то есть, будут ли открыты прям полноценно выводы, или все-таки в какой-то период времени вы удержите и полноценные прям 100% выводы любой суммы будут открыты или закрыты? Конечно, мы будем смотреть в моменте на текущую ситуацию. Очень много факторов, влияющих на определение лимитов или открытие безлимитного вывода. И, соответственно, я могу начать прям по порядку, излагать хронологию наших событий на сегодняшний день. Там, ну, еще раз сконстатирую, что кошелек работает, да, и там переводы P2P, конвертация, выводы, ну, можно сказать, все летает, да. И, конечно, мы планировали завершить это до 7 марта, но по факту получилось 23 марта. И, ну, вот, если таким вторым, ну, таким пунктом, да, положительным, это антикризисные меры дали ощутимый результат, и на сегодняшний день кассовый разрыв существенно сокращен, да. И кто хочет знать точную сумму, вот посмотрите Амир Дайджест, который прошел в понедельник, там, от 28 марта. И есть, конечно, еще параллельно задачи по допускам к биржам. И мы сейчас их решаем, и, к сожалению, этот вопрос как бы небыстрый. И мы двигаемся согласно антикризисному плану, и, ну, вернее, там, ну, приступаем, или, вернее, уже приступили к реализации автоматического контроля сумм выводов с накопителей на кошелек. И окончательные сроки назвать сложно, и вот, если просто математически посчитать, то в первом случае мы закладывали, там, 18 дней, сейчас мы, ну, как, пересматриваем, да, там, многие вещи, потому что даже после запуска кошелька, там, вылазили какие-то определенные задачи, которые нужно было доделывать именно, ну, то есть, они, скажем, во фронте не видны, то есть, вот, ну, пользователю не видны, ну, вот, с точки зрения задач, которые надо обязательно, там, это называется, как бы, технический док, да, там, и, соответственно, их нужно доделывать. И до запуска мы не могли предположить, что такие задачи будут вылазить. И сейчас немножко уже, так скажем, обжекся на молоке, дуем на воду, и уже выводы с накопительного на кошелек мы предполагаем где-то около трех недель именно на автоматизацию контроля этих выводов, да, без этого, действительно, ну, вот, кто задавал вопрос, без этого, действительно, опасно, так скажем, небезопасно, да, запускать эти выводы, и, соответственно, ну, IT-департаменту требуется определенное время. На самом деле наши ребята там молодцы и, вот, прилагают, можно сказать, там, неимоверные усилия, и вот те результаты, которые они дали непосредственно по запуску кошельку, они, ну, достойны, так скажем, ну, похвалы и восхищения. И, соответственно, те же усилия мы примем, приложим для, вот, скорейшего запуска выводов. Ну, то есть на сегодняшний день уже вы сейчас озвучите, сегодня какие-то регламенты на вывод, будут они, не будут, то есть вы сейчас озвучили три недели, то есть, как бы в течение трех недель выводов не будет, либо это будут через три недели автоматизированные выводы, ну, примерно. Да, через три недели они будут автоматизированы, опять же, срок такой... Примерно. Да. И еще могу добавить, что выводы будут привязаны к доходности, и, ну, действительно будут какие-то определенные лимиты в момент запуска, да, там, просто хотя бы на время тестирования, да, там. Какие лимиты и в какие сроки эти лимиты будут повышаться или вообще удаляться, тоже будем определять в моменте. Как я уже говорил, ну, очень много факторов зависит, ну, во-первых, от кассового разрыва, как вы правильно заметили, если рынок может пойти вниз, соответственно, кассовый разрыв может снова там увеличиваться, и, ну, восстановление полного доступа к средствам на биржах. То есть, Амарат Амирович, на сегодняшний день пока все-таки не будет убран кассовый разрыв, и средства на бирже не разблокируются, то есть выводов не будет? Или все-таки они какие-то лимитированные будут? Будут. Будут лимитированы после, вот как я уже говорил, внедрения нашими ребятами автоматизированного контроля. на выводов. То есть, даже если биткоин не достигнет 52-х, вы все равно думаете, что запустите небольшие лимиты на вывод? Да, ну, есть определенные на это шаги, которые мы предпринимаем со своей стороны. Марат Амирович, а когда вы на дайджесте озвучиваете кассовый разрыв, это в перерасчете на тот день и стоимость биткоина, или эта часть кассового разрыва уменьшается в USDT? Да, это в моменте, учитывая текущий курс. Есть понятие среднего входа, да, там есть средняя стоимость входа по портфелю. Там очень много параметров учитывается, и, соответственно, за учетную цену брался курс стопы, не передвигались, но вот, вернее, стопы передвинулись именно на сумму, ну, вот этой компенсации, да, на сумму, которую мы вывели, которая пошла на уменьшение кассового разрыва, именно стопы, вот средняя точка входа, она изменилась вот на эту сумму. И, соответственно, при следующем расчете, в моменте, опять же, будет учитываться текущий курс и текущая стоимость портфеля. То есть, смотрите, у нас получается уменьшилось, ну, грубо говоря, у нас сумма кассового разрыва 30 миллионов, да, грубо говоря. Вот, и если у нас биткоин пойдет на 20, то у нас эта сумма увеличится? Ну, да, увеличится, но не прямо пропорционально. То есть, есть, скажем, защитные ордера, то есть, ровно противоположные позиции, вот, по тем уровням, которые мы зафиксировали уже по, ну, новой точке входа. То есть, у нас, например, ну, средний закуп был, там, 52, сейчас, благодаря, там, той сумме, которая пошла на компенсацию, средний вход, он уменьшился. И на сегодняшний день, там, если цена упадет, там, до, там, 20 тысяч, то разница уже будет не между 52 и 20, а между, там, 48 и 20. То есть, ну, соответственно, кассовый разрыв. То есть, кассовый разрыв 140 миллионов стать в какой-то момент уже не может? Да, ну, естественно, мы каждый раз предпринимаем меры, ну, соответственно, все защитные ордера, они также сработают, ну, имеется в виду, там, сейчас они у нас, там, стоят на уровне, там, 44, к примеру, да, там, и кассовый разрыв, там, более чем, там, на, там, ну, вот, в данные секунды я могу плюс-минус, там, приблизительно сказать, там, больше 50 миллионов уже не будет. Да, даже если цена опустится до 20. Но даже если будет 50 миллионов, то при самом плохом варианте за 5 месяцев мы сможем его, ну, как бы, восстановить. Ну, это совсем какой-то пессимистичный цена. Пессимистичный. Давайте я буду из тех людей, которые будут озвучивать пессимистичные прогнозы, а вы реалистичные, как раз получится средний вариант. Потому что вы любите вдохновить людей, но не всегда у нас получается то, как вы озвучите. Поэтому лучше готовиться к худшему, но получить лучшему. Как бы так. Как раз средним выведем. Так, хорошо, следующий вопрос. Так, ребят, значит, по выводам на сегодняшний день, вот прям конкретных дат не называет Марат Амирович. Все равно в любом случае надо, как минимум, нам уграть кассовый разы в фонду. Отчитываться мы будем каждую неделю, да, даже в неделю несколько раз, вот на Амир дайджестах, Криптомирах, на официальных телеграм-каналах. Мы будем стараться держать там, скажем так, в курсе, что мы делаем каждый день, да, там относительно доступа к биржам, ну и так далее, и так далее. И я думаю, что какие-то точные сроки, когда у нас прояснятся, то мы обязательно, ну скажем, сообщим. Сейчас вот действительно и сложно это сделать, назвать. Ну и я, можно сказать, выкручиваю максимально там руки IT-департаменту, под давлением как бы там инвесторов, и вот ребята действительно уже там в слезы, так скажем. Марат, ну давай не забегать вперед, ну там каждый день действительно с утра до ночи там выполняют колоссальную работу и хотят тоже быстрее достичь какого-то положительного, хорошего результата и обрадовать всех нас. Ну вот сейчас мы предполагаем, что около трех недель потребуется. Марат Амирович, а не лучше было бы вообще, в принципе, не давать никакую доходность, но убрать весь кассовый разрыв гораздо быстрее? В принципе, можно и таким путем пойти. Ну тоже тут и хейтеры не дремлют, да, там и... Ну как на это отреагирует, скажем, сообщество, да, наше, инвесторов? Ну и все равно есть какие-то определенные... Ну то, что фонд жив, мы работаем, да, там что-то движется, происходит, ну и там как минимум какой-то глаз радует. Да, он может, там, не сделает, там, большой погоды, там, в текущей ситуации, ну хоть что-то, чем ничего, да, то есть, наверное, исходили из, больше из такой позиции. Так, ладно, раньше стратегия инвестирования была 20-20-60, сейчас, насколько я слышал, 20-40-40. И если на долгосрок будут опять вложены те деньги, которые находятся в накопительном счете, то в любой момент может произойти то же самое, что и сейчас. Вам не кажется, что на долгосрок нужно вкладывать лишь те деньги, которые лежат на стабильных счетах? Мы сейчас кардинально пересмотрели бизнес-модель, и кроме того, что есть инвестиционная стратегия по счетам, там, накопительный и стабильный, мы разделили эти счета, чтобы, например, там, какие-то сложности, возникшие в управляющей компании, никоим образом не задевало, там, какие-то другие направления нашего развития. И тут, ну, создание наблюдательного совета, да, там, то есть это люди, которые, ну, могут, там, повлиять на те или иные решения, да, там, и создание, там, огромный шаг – это создание резервного фонда, более, ну, скажем, большого, который может дать нам возможность, там, полгода пересиживать такие рыночные просадки. Да, я прогнозирую, что, там, через полгода, через год может эта ситуация повториться, ну, к примеру, там, биткоин вырастет до 250, и потом очень быстро упасть до, там, 90, да, там, к примеру. И, соответственно, мы к этому варианту уже на сегодняшний день готовимся путем, ну, вот, изменения бизнес-моделей, изменения, увеличения резервного фонда, да, там, и изменения модели управления. То есть, ну, скажем, что уменьшает вероятность какой-то, там, ошибки, ну, там, в разы. Такой ошибки точно не повторится, вот, я уже это говорил. Очень бы хотелось бы, очень. Так, почему инвестору с дважды пройденной верификации KYC заблокирован доступ в личный кабинет? Что или кто такой омейл-офицер Эстонии? И почему я должен перед ним отчитываться? И как узнать, за какие суммы я должен отчитаться, и сколько по времени будет идти проверка? Мы компания с лицензией в европейской юрисдикции, да, там, и в связи со сложившимися обстоятельствами, ну, компания реагирует на любые изменения в мире, да, там, и, там, соответственно, согласно договору, компания оставляет за собой право, там, в любой момент потребовать от пользователя подтверждение данных, указанных при регистрации, и запросить с этим подтверждающий документ. Документы, ну, например, там, документы, удостоверяющие личность, место проживания, там, источник происхождения средств. И, а мы, офицеры, это как раз то лицо, представитель, он, можно сказать, свой среди своих, чужих, как правильно. То есть, он, его задача, ну, пресекать, ну, отмывание денег, да, там, возможность по отмыванию денег и по финансированию терроризма. И он отслеживает все операции, все транзакции на всех абсолютно кошельках, и, может, там, рандомным методом, может, еще по каким-то параметрам на свое усмотрение требовать эти, как бы, документы. Можно сказать, там, если человек, там, отказывается, там, предоставить документы или, ну, информацию, то это может быть, ну, приравнено, ну, или, например, он предоставил информацию, но, там, компания оставляет за собой право, что эта информация недостоверна, да, там, и повлечь за собой, там, ну, предусмотренные условиям какие-то последствия. Ну, то есть, в договоре четко прописано, что компания имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись пользователя и отказать пользователю в исполнении своих сервисов и услуг. Конечно, ну, компания, в свою очередь, гарантирует, что полученные сведения являются конфиденциальной информацией, да, и компания ее может передавать кому-либо только в случаях установленных законов. И, надеюсь, я, ну, прям, понятно объяснил. Ну, а, по срокам, в связи с загруженностью, да, там, вот, клиентский сервис, ну, в связи с ситуацией, там, клиентский сервис загружен, ну, и всякое. Мы берем на себя месяц для того, чтобы рассмотреть и обработать ту информацию, которая, ну, предоставляется инвесторам после запроса. То есть, есть уже блокирован кабинет, и инвестор предоставляет все документы о том, ну, откуда у него средства, куда он переводил. То есть, заполняет полностью всю информацию, то на рассмотрение примерно уходит месяц. До месяца. До месяца. Ну, это, ну, на сегодня по факту, так скажем. Возможно, через неделю ситуация изменится, ну, именно в лучшую сторону, то есть, процесс пойдет быстрее. Марат Амирович, а ранее, до того, как у нас произошли проблемы в фонде, такие документы, ну, такие проверки были? Периодически, часто, очень. Ну, срок рассмотрения был, там, ну, несколько дней. Сейчас, вот я говорю, в связи с загруженностью, просто срок рассмотрения сильно увеличился. Это может письмо прийти каждому инвестору? Абсолютно, к любому. Ну, те, кто уже эту процедуру проходил, могут подтвердить, что после проверки, соответственно, счета спокойно разблокируются, и дальше я прошу всех, там, относиться к этому, как к обычной процедуре. Мы просто из-за того, что вот на биржах у нас это очень часто происходит, и вот почему на сегодняшний день у нас какой-то есть ограниченный доступ, да, там, мы так же, как подотчетное лицо, то есть, биржи, они же тоже регулируются, и, соответственно, они тоже отчитываются перед своими, ну, скажем, регуляторами, и мы относим, на некоторых биржах это происходит по четыре раза в год. И сама процедура, ну, раньше она тоже занимала, там, максимум несколько дней, сейчас она, ну, вот, в данный момент может затягиваться до нескольких месяцев. То есть, ребят, не переживайте, если кому-то приходит письмо, в котором нужно предоставить документы о денежных средствах, просто заполняйте, отправляйте и ждите в течение месяца. То есть, не нужно будет писать в саппорт, постоянно спрашивать, где мой ответ, просто переждите месяц. Учитывая, что скоро откроются выводы, дайте совет, как выгодно обменять ЮСДТ на фиатные деньги в нынешней ситуации. Когда официальный курс доллара в республике Казахстан 512 тенге, и в продаже их нет, а на Авито продают за 800 тысяч тенге. Мы совершенствуем свою P2P площадку, да, там вы спокойно можете там продавать, покупать на нашей P2P площадке. Мы также сейчас ведем переговоры с партнерами, которые мы прикрутим в наш Амирволет, и, соответственно, вот сейчас непосредственно я сам принимаю участие в одних из переговоров, и мы там очень торгуемся по комиссиям, да, там по комиссиям, и даже с возможным выпуском дебетовой карты, чтобы не быть привязанным к казахстанским или к российским, к каким-либо местным картам. Да, возможно, вот с внешней ситуацией в мире, ну вот в странах СНГ, там непосредственно, да, там есть определенные какие-то возможные ограничения, или, возможно, на нас тоже могут оказать какое-то давление и требовать от нас каких-то ограничений, то есть мы просчитываем все возможные варианты наперед, и на сегодняшний день предпринимаем там меры. То есть вы можете там крипту свою продать у нас на P2P площадке, плюс мы развиваем, вот движемся в направлении собственного процессинга, да, там вот не раз говорил о проекте Амир Пэй, и там мы тоже уже практически на финишной прямой, ну, опять же, вопрос, там это нескольких месяцев, и, возможно, это уже сразу будет прикручиваться в Амир Валет 2.0, да, там, и уже мы в Амир Валет 2.0 обрадуем это, скажем, то есть возможностью открывать расчетный счет в Фиате уже внутри Амир Валета, и, соответственно, конвертацию производить уже внутри Амир Валета и выводить на свою дебетовую карту, то есть выпущенную и нами, да, там. Мы работаем в этом направлении, я не совсем понял, при чем тут Авито, я, может, не силен. Я не знаю, я просто думаю, может быть, в республике Казахстан какой-то ресурс есть Авито, я просто зачитала вопрос, как мне прислали. Просто девушка третий раз присылает вопрос, и я уже не могу его не задать. Вот, поэтому озвучила. Сейчас курс на P2P, он, можно сказать, один к одному. Многие ребята уже пользуются и дали обратную связь, вот, особенно с теми банковскими картами. Ну, в основном это были банковские карты, ну, российских банков, и те ребята, которые оказались за границей и не могут воспользоваться, ну, средствами на карте, то для них был очень такой, достаточно хороший выход с точки зрения, что они начали скупать USDT внутри Амир Воллит на нашей P2P площадке и USDT уже реализовывать на те карты, которые работают в той стране, в которой они находятся. То есть, и это был для них достаточно, там, таким выгодным. И тем более курс практически, там, один к одному, ну, имеется в виду, без каких-либо, там, комиссий, потерь и так далее. Марат Амирович, будет ли снижена комиссия в кошельке, так как цена в сети намного ниже? Я сомневаюсь, что цена у нас выше. Мы не берем, скажем, дополнительную какую-то комиссию и полностью зеркалим ту комиссию, которую выдает нам сеть. Я вот сейчас удивлен, что, ну, если вы заскрините, ну, и, скажем так, предоставите данные, то я в этой ситуации могу разобраться и, соответственно, дать какой-то аргументированный ответ. На самом деле у нас комиссия, ну, если не меньше, то наравне точно, да, там, с комиссией сети. Так, в кабинете некорректно отображается сумма счета по Sunrise программе и реальная сумма с учетом активов. Знаете ли вы об этом? И если да, то работаете ли над исправлением? Волф в официальном канале не видел такого объявления. Да, когда мы вот антикризисные меры вводили и приняли решение, что доходы по Sunrise программе будут идти полностью на погашение кассового разрыва, мы, ну, как-то не предполагали последствия, что, ну, отображение в личном кабинете, оно тоже, ну, скажем, исказится, ну, или заморозится на том уровне, на котором есть. Это, опять же, ну, временная, скажем, ситуация, когда мы, ну, скажем, уберем кассовый разрыв, то есть не будет кассового разрыва, мы восстановим Sunrise программу и, соответственно, все цифры выпрямятся. Сейчас, ну, без включенной Sunrise программы стараться выпрямить эти цифры, ну, это будет двойная работа. Я думаю, что, ну, надеюсь все-таки на оптимистичный вариант развития событий и что в ближайшие, там, несколько недель мы уже, ну, как бы, будем 100% начислять доход, кассовый разрыв будет устранен, и мы будем 100% начислять доход и, соответственно, там, включим Sunrise программу, ну, и все цифры будут соответствовать. Это, об этом мы знаем. У ребят это понятно. Понятно, мы знаем, мы исправляем, работаем. Когда все наладится, вы увидите реальные цифры, которые... Вот я могу тут языком строителей, да, там, приношу свои извинения за временные неудобства. Площадка P2P была доступна от 1000 USDT. Планируете ли вы ее открыть для всех, независимо от суммы вклада? Не могу утверждать, что были какие-то ограничения, но сейчас... Да, по-моему, от определенного уровня было, ну, то есть какой-то уровень изначально был. То есть нужно было, ну, Ray, то есть от уровня Ray, по-моему, была открыта площадка P2P. Ну, в общем, обратите на это внимание и обговорите еще раз этот момент, то есть... Да, вот, честно, да, или я просто запамятовал, да, там, ну, вот, я не помню, что были какие-то ограничения, но сейчас точно вроде нет. Ну, я могу уточнить. Да, любой человек, даже, ну, не участвующий в Sunrise программе без каких-либо статусов, если у него есть верификация, он может пользоваться P2P-площадкой. То есть даже новый, там, человек, который не знает о существовании управляющей компании, а знает, ну, может пользоваться нашим кошельком, пройдя верификацию, он спокойно любую сумму может выставлять, там, объявление о покупке, продаже любых сумм. Понятно. Абсолютно любой, просто даже пользователь кошелька не обязательно быть инвестором Амир Кэпитал. Да. Что делать инвестору, если вышестоящий партнер ушел из Амир Кэпитал? И тут вопрос сам, то есть он же... Он, в принципе, не зависит никак от вышестоящего партнера, он просто инвестор, по большому счету. Он инвестор, он пользуется... Но, видимо, хочет поменять вышестоящего партнера, либо хочет, чтобы у него был вышестоящий партнер и не знает, кому приютиться. Сейчас же на сегодняшний день есть партнеры, которые просто одиночки, они хотят кому-то приютиться. У нас очень много разрабатывается, ну, и есть на сегодняшний день образовательных программ, как бесплатных, так и платных. И я думаю, что лучше, конечно, полагаться на самого себя. То есть вы умный, вы самостоятельный, да, и, наверное, не нужен вам никто для того, чтобы приумножать свой капитал. Уделите немножко время, разберитесь во всех тонкостях, всей экосистемы или непосредственно теми продуктами, которыми вы пользуетесь, да, там, Амир Волит или управляющая компания Амир Кэпитал, да, там. Ну, то же самое, как в банке Тинькофф, ну, к примеру, или в Сберии, вообще, в принципе, инвестируется. Не нужен же никакой вышестоящий партнер. Есть Амир Кэпитал, есть Криптомир, есть Амир Лайф, да, есть очень много видео записанного на нашем YouTube-канале. Вы можете всегда в любое время, ну, с 7, на сегодняшний день, это с 7 утра до 24 ночи, до 24.00 ночи, вы можете обратиться по любому вопросу в клиентский сервис, да, там. Если вы хотите, если вопрос звучит как? Вы хотите научиться продвигать, да, там, то есть быть активным участником Sunrise программы, и вам, ну, желательно, да, найти наставника, да, там, и, соответственно, двигаться, то уточните, кто у вас амбассадор, ну, имеется в виду, то есть есть вышестоящие партнеры, и, соответственно, таким образом вы можете уточнить, кто ваш амбассадор, и ему задать этот вопрос, ну, или его попросить о помощи, ну, той, которую вы хотите получить от своего вышестоящего партнера. Так, Марат Амирович, когда листинг токенов АВТ, и ведете ли вы уже переговоры по листингу? Да, предварительно переговоры проведены, условия все получены, соответственно, мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы очень уверенно залиститься, и очень, ну, на биржах, которые имеют более высокий рейтинг, есть понятие, там, зеленый коэффициент, да, и чтобы попасть в топ-5 бирж CoinMarketCap, да, ну, или другого какого-то портала ресурсов, топ-5 бирж, у них есть определенные требования, чтобы мы уже присутствовали, были залистены на пяти биржах, именно из зеленой зоны. Это в CoinMarketCap есть рейтинг, и он там зеленый, оранжевый, и чтобы, например, на Binance листиться, надо, ну, уже быть залистенным на пяти биржах, именно из этой зеленой зоны. И, соответственно, есть требования этих бирж, то есть в эту зеленую зону, ну, тире, там, 30-40 бирж входят, и есть их требования, мы практически со всеми с ними на связи, то есть практически со всеми с ними, на их площадках мы торгуем, да, там, ну и так далее. И сейчас уже работаем над тем, формируем команду, которая будет заниматься только жизнью токена АВТ, да, там, и план мероприятий, кроме, ну, биржа же предлагает пакетное какое-то решение, и они говорят, мы можем вот это бесплатно, вот это за деньги, и вот это еще за дополнительные деньги. Мы говорим, что вот это мы берем, вот это берем, а вот это мы можем сами, да, к примеру. И, соответственно, мы сейчас просчитываем как раз вот эти все моменты, да, там, и подготавливаем, ну, с точки зрения, там, технических каких-то действий, и с точки зрения финансовых каких-то действий, ну, и так далее. И планируем, ну, конец мая, начало июня. То есть, и сразу с каких-то хороших бирж. Вы их озвучите позже, эти биржи, или только когда залиститесь, мы уже узнаем о них? Когда залистимся, наверное. Что с переносом старой базы данных? Есть какие-то продвижения? Я дополню предыдущий ответ, почему озвучится после. Мы, ну, вот, обратную связь такую получаем, ну, в силу текущей ситуации, может быть, из хороших намерений, может быть, из каких-то, ну, других намерений. Наши инвесторы там пытаются, ну, связаться с этими биржами, правда, неправда, ну, или даже не с биржами, какими-либо любыми. И вот часть информации нам все-таки приходится скрывать, чтобы не получить, ну, какого-то обратного эффекта, да. Там, с одной стороны, вроде бы наши инвесторы там из лучших побуждений там пытаются как-то помочь, там, обращаются там, за нас какие-то теплые слова говорят, а в итоге это нам боком выходит, и, соответственно, мы, часть информации, ну, пока мы не сделаем этот шаг, соответственно, мы информацию не можем полностью огласить. Какой вопрос был? Так, вопрос про, что с переносом старой базы? Вообще есть какие-то еще движения или никаких? Да, переговоры в активной фазе, ну, мы торгуемся по каким-то определенным условиям, да, и еще мяч на стороне Global Pass, да, там, то есть идет техническая проработка, ну, вот, условий, имеется в виду, чтобы эту базу можно было как можно мягче посадить на уже новую систему, то есть, чтобы Global Pass мог развернуть эту базу, сам Сабр, мог развернуть у себя на своих ресурсах. И вот сейчас идет там проработка каких-то технических вопросов. Есть, конечно, ну, приоритетные задачи, например, текущая верификация. Сейчас мне, ну, там, сообщают, что уже можно заверифицироваться буквально за 10 минут, ну, то есть там какой-то рекорд был поставлен, что, насколько я помню, это гражданин Белоруссии, там, за 9 минут прошел верификацию. Сейчас очень быстро проходит верификацию. У меня партнер вот буквально вчера отписывался, сказал, что свет очень быстрый, и операторы отвечают моментом, и верификацию проходим очень быстро, без вообще каких-либо задержек. Самое главное, ну, грамотно прогрузить все документы, которые требуются. Так, Марат Амирович, когда мы увидим Рустама с криптобиржей и летит? Когда он выйдет с нами в прямой эфир? Я задам. Есть действительно каждый день, мы проговаривали сегодня, если честно, мы сегодня проговаривали какие-то определенные вопросы по Амир Эксченджу, они очень сильно привязаны к запуску Амир Воли, да, именно в полноценном его формате, масштабе, и то, что сейчас есть определенные проблемы у управляющих компаний, кассовый разрыв, оно очень сильно влияет на запуск Амир Эксченджа, и мы запустить ради того, чтобы запустить, то есть мы хотели бы треть своих объемов перекинуть на Амир Эксчендж, и мы как раз сегодня с Рустамом проговаривали возможные сроки осуществления этого, ну и Рустам, он тоже такой больше давай, говорит, лучше заложим самый пессимистичный вариант развития событий, и лучше запустимся сразу и хорошо, то есть вот могу срабить... А если брать пессимистичный вариант, вы уже можете его озвучить или еще нет? Когда управляющая компания полноценно там заработает, ну то есть будет безлимитные выводы, да, там с накопительным кошелек, и скажем так, пройдет какой-то определенный период, ну решатся вопросы с доступом к всем нашим средствам, да, соответственно, там, выпрямится ситуация там по всем направлениям, то мы уже сможем четко планировать там, какую часть мы перекинем на свою биржу и с хорошим товарооборотом стартанем работу биржи. Можно сказать... Марат Амиревич, а средства... Ну, все понятно, вы ответили полноценно на вопрос, спасибо большое. Средства на сегодняшний день заблокированы на одной бирже или на нескольких, которые вы пытаетесь разблокировать уже в какой период времени? Можно сказать, на многих биржах. на большей части. А как в этом помочь или никак? Только время, работа и только вы можете это сделать? Ну, этот процесс решаемый, есть определенные процедуры и регламенты, по которым мы сейчас взаимодействуем. Нужно просто время. биржи тоже сейчас находятся под жестким давлением и на самом деле я тоже, может быть, переживал, что мы не получаем каких-то быстрых результатов и с каждым разом ситуация усугубляется. и сейчас можно сказать, выдохнул, отпустил ситуацию, может быть, смотрю на другие прецеденты, так скажем, и у нас еще, можно сказать, относительно там все хорошо движется. То есть все биржи на связи, со всеми ведем переговоры, нет такого прям... То есть игнора нет, вам все равно все отвечают, просто нужно на это время. Все в рамках очень таких хороших бизнес-отношений, когда мы друг к другу сильно заинтересованы, как бы есть и внешние какие-то обстоятельства, влияющие на текущий момент. все в рабочем таком ритме движется. Надеюсь, что все... Марата Мира, большое спасибо вам за эфир, за то, что вы очередной раз пришли. Я нам, инвесторам, желаю набраться терпимости. За это время мы все на самом деле повзрослели, стали мудрее, умнее, взрослее, красивее. Я думаю, что в любом случае все случится, сложится наилучшим образом. Жду вас в следующую среду. Большое спасибо. Все будет действительно хорошо. Друзья, до новых встреч. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok